Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии прямого эфира для вас работает Антон Хатиновский. Казахстанские школьники попрощаются со школой в онлайн-формате. Традиционного последнего звонка не будет, завел министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Как всем известно, связано это с пандемией COVID-19. Однако для учащихся 11 классов все же пройдет вручение аттестатов в стенах родной школы. Провести мероприятие планируется 3-4 июня. Обязательным станет ношение медицинских масок на выпускном. Кроме того, количество человек будет ограничено. С одним школьником могут прийти не более двух человек. Каждый класс будет проводить мероприятие по вручению отдельно, чтобы не было большого скопления людей, отметили в министерстве. На территории школ предусмотрят специальную разметку для соблюдения социальной дистанции. Вручение пройдет на улице на открытом воздухе. Мы планируем 25 мая провести последний звонок в онлайн формате. Будет мое поздравление на телевидении. Мы сейчас готовим текст. После этого мы планируем, что в каждой школе, в каждом классе в формате классного часа учителя организуют соответствующие мероприятия. Надо подвести итоги года, похвалить детей, которые на самом деле работали за достижения. Мы консультировались с Минздравом, понимание имеется. Это важное мероприятие для каждого выпускника школы. Понятно, что там будет ряд ограничений. Очень жестокие санитарные требования. Для нас приоритетом является безопасность наших детей-педагогов. Джейран – визитная карта Национального природного парка Алтын-Эмель. Более 20 лет назад этот природный памятник был создан именно с целью сохранения данного исчезающего вида животных, занесенных в Красную книгу. Наша съемочная группа побывала в Национальном парке, являющемся средой их обитания в нашем регионе, и попыталась узнать, как сейчас обстоят дела с приростом этих млекопитающихся. Отел джейранов происходит весной, в апреле-майе. По словам специалистов, нынешняя весна теплая, и первый случай появления новорожденного детеныша зафиксирован 20 апреля. Как утверждают сотрудники парка, состояние их популяции и появление приплода умеренные. В лучшие времена приплод достигал четырех. В последнее время взрослая самка приносит двух детенышей, молодые по одному. Воспроизводство у нас не вызывает беспокойства, потому что с каждым годом его численность стабильно растет. Минимум на 300-400, иногда до 500 голов. Джейран – это визитная карточка нашего Национального парка. В основном он был создан для того, чтобы сохранить эту популяцию. Если пять лет назад численность этих краснокнижных животных в Алматинской области достигала 4 тысяч, то за эти годы их популяция выросла на тысячу голов. Произошло это, по словам руководства парка, благодаря слаженной работе 70 инспекторов, ежедневно патрулирующих и следящих за правопорядком на отведенных им участках. Если бы не велась охрана и не велась бы научная деятельность, не велась бы эколого-проссельская работа среди местного населения, его численность сильно бы сократилась. Благодаря тому, что здесь создан Национальный парк, можно сказать, что популяция Джейрана нашего Национального парка самая крупная в Казахстане. Действительно, создание Национального парка Алтынемель поспособствовало сохранению свыше 30 редких, исчезающих и особо ценных видов флоры и фауны. Ежегодно, чтобы лицезреть на них, этот уникальный парк посещают более 35 тысяч туристов из 40 стран мира. Национальный парк Алтынемель является единственным национальным парком в Казахстане, который входит в сообщество национальных парков всего мира, состав ЯПА. Это мы вошли в прошлом году в городе Шанхай. В 2016 году мы стали членами ЮНЕСКО по марш парков, которые международная акция. Мы практически постоянно занимаем первые места по итогам рейтинга. Следует отметить, что на территории парка площадью свыше 300 тысяч гектаров земли, помимо разнообразия обитающих животных, есть возможность посетить музей, в экспозициях которого можно ознакомиться с диорамами, рисунками чудесной природы парка и некоторыми представителями древних и современных обитателей этой местности. Айнур Мирханова, Абылай Кутыкбай, телеканал ЖИЦУ, Керблакский район. К другим темам выпуска. Бюджетные средства под контролем. В ходе аудиторских мероприятий в Алматинской области выявлен ряд нарушений. Об этом стало известно на брифинге с участием представителя областного департамента внутреннего государственного аудита. За первый квартал текущего года проведено 33 проверки. Выявленная сумма нарушений составила почти 35 миллиардов тенге. По словам спикера, суммарное количество нарушений за этот же период 2019 года значительно ниже при меньшем количестве ревизий. В основном это несоблюдение законодательства в части процедурного характера в сфере госзакупок и другое. К административной ответственности привлечено порядка 20 должностных лиц. К слову, из-за текущей ситуации с COVID-19 во втором квартале ожидается снижение количества запланированных проверок. В основном наши нарушения составляются в части строительства, где зачастую встречаются нарушения, такие как невыполненные объемы работ или выполненные работы не соответствуют данным проектно-сметной документации. Также встречаются нарушения, такие как по заработной плате. Потенциальные поставщики, которые по разным причинам являются победителями, потом отказываются от заключения договора автоматом через портал, она уже передается в реестр недобросовестных поставщиков. Департамент полиции Алматинской области признал свою вину перед автолюбителями Талды Кургана. Штрафы, выставленные за нарушение правил дорожного движения, в некоторых участках города в течение апреля и по сегодняшний день аннулируются. Как выяснилось, в ходе проверки на нескольких перекрестках были выявлены неисправности в работе программного обеспечения комплекса «Автоураган». Дополним, дабы справедливость восторжествовала, водителям пришлось создать группы в социальных сетях и делать видеообращения к ответственным органам. В ближайшее время стражи порядка вернут деньги за незаконно выписанные взыскания. В результате проверки обслуживающей компании ТО «Бастал» выявлены неисправности работы измерителей скорости движения и потери поверительных данных в вычислителях на технических средствах контроля, установленных в городе Талдыкургане на пересечении улиц Назарбаева-Алдебергенова, Жансугурова-Шевченко, Жансугурова-Жель-Тохсан, Аблайхана-Уалиханова, а также Шевченко-Гаухарана. Граждан, не согласных с предписаниями о нарушении скоростного режима на указанных участках, просим обратиться в управление административной полиции Департамента полиции Алма-Атинской области. С 18 мая на территории края ЖТСУ полицейские приступили к проведению оперативного мероприятия «Скотократ». Только за один день было зарегистрировано 7 фактов похищения скота. Все они раскрыты в дежурные сутки. Кроме этого, раскрыто 12 ранее совершенных преступлений, а владельцам возвращено 8 голов скота. За скотократство задержано 20 подозреваемых и разоблачено 3 преступные группировки. Особой наглостью отличились барымтачи в Каратальском районе, которые отстреливали коров из незарегистрированного ружья прямо на пастбище. Их задержали вблизи села Акжар. Четверо подозреваемых передвигались на двух автомобилях, в которых и были обнаружены улики их преступной деятельности. Доказаны еще 5 эпизодов краж крупного рогатого скота, совершенные задержанными 2018-2019 и мая 2020 года. Мясо подозреваемые, а как оказалось, продавали на рынках и своим знакомым. Деньги расходовали на личные нужды. Все участники преступной группы взяты под стражу. Автомашина, с помощью которой они перевозили туши скота, во дворе на спецстоянку. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире телеканала АЖТСУ в 21 час 30 минут. Редактор субтитров А.Семкин